Сейдлскич Мянсарова уходит родственника Монопох. Хотя не так давно и ходила, и преподавала, и пела. Мар. 07-2015 полночь одна. Это единственное, что я понял после программы Бориса Корчевникова. Был вечером у него на записи передачи, посвященной Тамаре Мянсаровой. Пару дней назад поднялась Буча в связи с тем бедственным положением, в котором она сейчас находится. В студию приехали люди, которые ее знали, из близких, гражданский муж Марк, в записи, и сын Андрея от первого брака. Я, правда, очень надеялся, что смогу помочь. Мои друзья, врачи из 67-й горбольницы, профессор Покровский и главврач Шкода были готовы принять Тамару сегодня. Они ее ждали, я разговаривал с ними. Самые лучшие доктора, самое новое медицинское оборудование в РФ, отдельная палата, все было готово для нее. Нет, сказал Тамарин муж Марк, нам только деньги, чтобы платить за сиделку, теперь нужна и лекарство. А попробовать пожить не хотите? Я прекрасно понимаю Марка. При желании он бы забальзамировал Тамару и сидел рядом с ней вечно. Она, конечно, любит его, раз прожила с ним больше 30 лет, но они никогда не были расписаны, он гражданин другой страны, Украина, на квартиру прав никаких. Если Тамара не станет или заботы о ней возьмут на себя другие люди, он вынужден будет уехать в Винницу. Поэтому, как цербер, он сидит около Тамары и никому не дает с ней встречаться. Это по словам сына Андрея. Хотя у того я тоже особо ворвение общаться с матерью не заметил. Старая она уже бабушка, говорит, 84 исполнилось. Рассказал, что не видел мать 2,5 года, что последний раз, когда ехал к ней, попал в пробку и задержался, а когда выехал, Марк ему сказал, уже не приезжай. И что теперь? Что это за аргумент? Зачем ты в студию пришел-пришел, обиду высказывать. Сказать, что тебя не пускают. Говорю ему, был бы я сыном, я б на вашем месте пинками разогнал бы всех и был бы сейчас рядом со своей матерью. В студии разговоры только о наследстве, даче, кляче, кому что достанется. Бриллиантовые серьги, которые взял Марек у мамы, а у него украли 30 лет назад. Тамара всем пох. И она действительно очень плоха, хотя не так давно и ходила, и преподавала, и пела. Правильные и страшные слова сказала только Лида Козлова, вдова Михаила Танича, автора стихов к самому известному хиту Мянсаровой «Черный кот». Она сказала сыну, помиритесь, вам надо проститься с мамой. Вот ледины слова, самое яркое впечатление от вечера. В 1970-е годы прошлого века в соцстранах проводился такой опрос. Надо было назвать самых популярных певцов за предыдущие 25 лет. Знаете, как выглядела тогда четверка лучших? Эдит Пиов, Карел Гот, Шарля Знавур, Тамара Мянсарова. Click to view. Leave a comment, read comments. 52.